всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сегодня мы рассматриваем цвет и фон в css вы заметили что у нас было уже несколько видео уроков по цвету это очень важный момент в веб-разработке цвет применяется очень часто и он может записываться в разных формах вы должны знать как цвет нужные себе создать где брать эти палитры пипетки чтобы отслеживать необходимый нам цвет и так далее но и также конечно же фон то есть фон может быть залит просто цветом либо же фон может быть изображением давайте рассмотрим подробнее самое простое что мы можем рассмотреть давайте запишем для тега body и такой вот у нас атрибут называется он color мы его уже много раз применяли думаю вы обратили внимание если смотрели другие видео уроки работает он так color и указываем любой цвет например blue вы видите что у нас весь цвет поменялся давайте сделаем для тега п чтобы у нас заголовок не менялся blue синий цвет также мы можем записывать решетка получаем такой же синий цвет смотрите видео урок как получать цвета если вы не знаете также мы можем записывать например rgb в скобочках мы пишем 00255 сохраняем также мы получаем синий цвет если мы здесь укажем 255 то мы получим зеленый это красный это зеленый это синий соответственно rgb думаю вы поняли как работать с данным атрибутом color он просто-напросто указывает цвет также есть у нас rgba здесь мы можем указать вот так вот 0.5 и вы видите что у нас текст стал намного прозрачнее то есть 0.1 его практически не видно 0.9 он практически полностью залитый ну и также эти цвета конечно же можно мешать можно нажимать ctrl е и выбирать любой интересующий нас цвет это что касается атрибута color на нем все он очень прост меняет цвет текста теперь посмотрим что у нас с фоном давайте для всего body применим такое вот свойство bgc будем сразу же применять эмет смотрите видео уроки по эмету если вы им до сих пор не пользуетесь пишем bgc после того как у вас плагин установлен нажимаем tab у нас появляется background color можем также control е и выбираем необходимый фон видите что фон у нас меняется прекрасно работает у нас данное свойство например здесь если мы укажем bgc сохраним вы видите такой фон также у нас есть значение transparent без решетки конечно же это у нас прозрачный цвет фона то есть его нету иногда это нужно бывает установить когда фон наследуется у нас от родителя также у нас есть инхирид то есть наследовать фон от родителя теперь давайте рассмотрим bg и то есть background image bg и жмем tab url появляется знакомый нам здесь мы можем указывать адрес то есть путь пишем img slash например и здесь у нас есть изображение сохраняем вы видите как оно у нас применилось на весь фон то есть вот это вот изображение вот это маленькое изображение применилось на весь фон давайте здесь я поменяю цвет чтобы его было лучше видно сделаем почти черный вот так вот теперь очень важное у нас свойство background position bgp position оно у нас может быть по горизонтали и по вертикали вы видите два числа первое это по горизонтали второе по вертикали в процентах мы можем указывать например например вот так 50 процентов и 50 процентов то есть полностью по центру здесь конечно мы сейчас не замечаем результата но тем не менее также можно указывать словами то есть left например первое слово может быть left center и right пусть пока что будет left а второе слово у нас может быть top то есть вверх центр и bottom низ пусть будет bottom это у нас означает оно будет слева внизу позиция изображения конечно же здесь можно комбинировать ставить любые варианты всего их три через комментарии я сейчас вам запишу left center right и второе слово у нас может быть top center bottom это у нас что касается background position их можно комбинировать и выбирать любые также записывать через проценты в принципе с этим мы разобрались теперь background attachment background attachment оно может быть fixed фиксит фиксированное пока что мы не заметим результата но дальше мы будем это применять scroll фон будет двигаться вместе с содержимым при пролистывании local фиксирует фон с учетом поведения элемента и инхириды знакомые нам это наследование от родительского в принципе мы будем применять этот атрибут не очень часто но тем не менее знайте что он есть дальше будем рассматривать его на практике background attachment может у нас принимать значения фиксит скрол локал и инхирид дальше давайте рассмотрим background repeat один из самых интересующих нас атрибутов background repeat может быть no repeat то есть не повторять вы видите как у нас применяется у нас здесь вот один единственный этот квадратик это наш фон и все больше он никак не распространяется например также мы можем здесь указывать repeat x то есть повторяется только по оси x по горизонтали repeat y по вертикали можем поставить space вот он такой вот эффект не очень красивый то есть он заполняет всю область и при этом обрезает какие-то места и round то есть заполняет полностью и изменяет немного размер масштабирует в зависимости от того как требуется repeat повторять полностью если укажем repeat то будет повторяться по всем осям background size пока что нам не нужен этот префикс имеет такие вот значения cover contain авто проценты и значения то есть здесь мы можем указывать значения в пикселях например в процентах авто это автоматическое и самое интересное это cover и contain видите как это работает наш фон просто увеличился до того момента когда он будет заполнять все пространство так как картинка очень маленькая она сильно увеличена у нас и попробуем сейчас поставить contain мы пока что не видим сильных результатов но результат здесь различен в том что cover сохраняет пропорции изображения а contain полностью заполняет фон не сохраняя пропорции поэтому использовать будем то что нам необходимо в определенных ситуациях вот такие вот у нас есть атрибуты для работы с фоном и цветом также напоследок хочу сказать что можно записывать просто background и здесь указывать через пробел значения например указать цвет какой-либо через пробел указать url то есть если вдруг есть картинка то будет использоваться именно она и так далее например no repeat вы видите сейчас у нас применился фон такой вот давайте изменим чтобы было видно такой вот фон у нас фоновое изображение у нас применилось это и no repeat то есть оно не повторяется если мы здесь поставим repeat или же ничего то оно будет заполняться у нас полностью или repeat y в общем я думаю суть вы поняли здесь мы можем в background записывать 5 каких-либо атрибутов через пробел не более того все остальные надо указывать отдельно то есть вот так вот background-color image-position attachment repeat size надеюсь вам было полезно это видео фон и цвет это очень важная область знаний поэтому обязательно переходите к другим моим видео видео про цвет на этом канале если вы еще не смотрели этого не забывайте также подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии под этим видео и переходите к следующим видео урокам до новых встреч встреч до новых встреч в будущем до новых встреч Продолжение следует...